всех приветствую с вами я веган христолюб мы с вами сегодня очередное и заключительное видео по наставлениям антония вели великого сделаем я сделаю его посмотрите назвал его веры и дела прочитаемый сегодня очень много наставлений 14 штук читать буду их ни в каком хронологическом порядке чисто по возрастанию антон великого в этих наставлениях о доброй нравственности и святой жизни всего их сколько у нас там 170 до и вот мы просто по мере возрастания я их себе все пометил мы их будем читать я буду читать вы будете слушать темы веры и дело конечно же для меня не новая миллион раз я уже не говорил и повторяюсь только потому что мы с вами я решил эти наставления вам изборочного из антония великого почитать да пойдем по бывающие с антони великого до иисуса христа через апостола павла да правильно ли он говорит или нет если истина в его словах кто если вдруг протестанты из протестантской секты с какой-нибудь попали на это видео и еще все таки его не закрыли хоть сказать что не торопитесь закрывать послушайте немножко кратко скажу что антоний великий этот святой так называемый пусть и ортодоксальных сект православия католичества он для них общий святой потому что был до разделения он жил во времена еще до всех этих соборов в констин в константинополе там всего этого когда христианство окончательно было пригвождено ко кресту убито вот поэтому все таки можно прислушаться да он был внесистемным был свободный даже несмотря на то что он был уединенником то есть монахом от слова мона один он даже не был в монашеской так скажем этой системе в общем-то и не было антони великого считают основателем монашества но опять же не того монашек который современный который уже пошло там с 3 4 того же самого века тоже такое уже системная организованная подклопакованная он был абсолютно свободному просто живу единенно вот и все искал уединение искал истину когда ее познал в общем-то продолжал жить и уединенно у меня все было уже под старость несколько учеников кто таких же престарелых можно сказать да вот и к нему просто стекались люди и те же самые уже другие уединенники миряне приходили да он просто явился мудростью своей истины которую познал вот и все благодаря тому же самому единению познав которую он и делал общем-то ток для познания себя истины вот поэтому жил он до всех этих событий реально нереальный человек это неважно я верю что это реальный человек но очень любимый уважаемый я очень часто его тоже читал перечитывал подражал его жизни и его наставление все что согласовывал с иисусом христом с его жизнью учением с истиной я принимал вот сегодня мы с вами такие почитаем вещи да в конце конечно же итоги еще подведу еще дам отсылки к своим видео которые так как тем не нова конечно я постоянно поднимаю особенно при чтении евангелия но и таких каких-то проповедях слова давайте почитаем я постараюсь долго не задерживаться все таки 14 штук конечно ролик получится длинный безусловно но надо разобрать все я изгруппировал поэтому вот именно что ролик в понтоне великого сколько десяток нами набрался по наставлениям которые я избрачно делал вот и так как все сегодня местам будут причем конечно же наставление которым вы с помните его коротких наставлениях даже бывает ни одна тема все равно до 23 можно взять вот так ну как так высказывали действительно великолепные глубокие мудрые и краткие в то же время я их не ленюсь и вам не советую не лениться вот именно повторять прочитать или переслушать что вы сейчас и делаете начинаем семьдесят восьмого наставления душе умный и подвязающийся не должно тот час падать духом и устрашаться когда случится что скорбное чтобы не было не не быть осмеянную забоязливость душа увлекаемая житейским блеском выходит из чина своего душевные добродетели делают нас достойными вечных благ а самопроизвольные грехи человеческие и есть суть причина вечных мучений великолепное наставление прям прям в самом начале вот куда еще в какую еще точку надо до ударить мне все время кажется с протестантами общаешься я ладно я бы хотел к в конце об этом сказать скажу в начале чтобы таким предисловием то было все этих не бред не знаете они когда в личку мне приходится общаться все равно одно время очень много с протестантами общался все мне пытались доказывать и хотеть дать далеко не многие люди тоже потому что они все прекрасно понимают но пытались доказывать что когда не горит о вере они говорят и о делах и что вера без дел хотя они не выражаются этой фразы потому что их основатели ненавидели я кого и они об этом либо знают либо не знают но скрывают либо я не знаю там тоже всех тех я не могу залезть голову каждого человека я не вижу сердец человеческих как господь говорил да настолько на что знать каждое его помышление сердца вот я выражаюсь как раз языком апостола кого которую ненавидеть до что до веры без дел мертва но на самом деле они сами это отрицают них четкость живая антихристианская антихристовская реально просто опозоривший отвернувший жизни учения иисуса христа учения о том что человек спасается попадает в небесное царство иисуса христа верую в его существование историческое 2000 лет назад относительно сегодняшнего нашего дня и его искупительную жертву в том что он на себя взял как-то взял умудрился все мои грехи да я теперь святоша причем несмотря на то что я был грешником остаюсь иногда не грешником у лютера прямое учение об этом что все мои прошли настоящие будущие грехи а мы ты его кровью это его учение это записано у них в догмате в догматическом богословии поэтому когда начинает там что-нибудь ерничать юродствовать юлить как уже на сковородке извиваться игры слышите вы кому-нибудь другому можете мозги покомпосировать вы сами может быть как внутри любой секты не до конца все понимаете не все знаете не всего придерживайтесь и даже того что знаете да это может быть но учение догматические протестантские абсолютно отвергли иисуса христа они абсолютно антихристианские они отвергли учения о суде над христианами об ответственности за свою деятельную жизнь добрую то или худую о чем мы сегодня будем читать и вспомним апостола павла на которой они тоже любители посылаться и уж прямые слова иисуса христа который столько притч столько символьного выражения и прямого выражения том что каждый независим к кем ты называешься каким-то учеником не назвался даже иисусом христом то есть следуешь за ним как он говорил но не несешь креста своего не поступаешь так как он поступал не исполняешь его западе то есть живешь дело ешь святая жизнь если не живешь святой жизнью ты будешь где иисус сказал вы обманетесь и будете выброшены во тьму внешне это очень важно понимать еще раз антони что говорит мы пропустим я буду конечно в этих уже наставлениях упускать его интересные мысли а что не стоит сразу помнить как иисус говорил маловерный что вы сомнились когда он скид скорби печали вот тот живой пример что в наставлении тоже есть несколько тем я буду опускать зачитывать целиком чтобы вы не сомневались в контексте какого-либо наставлен наставления но останавливаться ведь я постарался жирным шрифтом выделить хотя я мог как я вам сказал что разные наставления разные выделять жирным тоже для разных тем получилось что порой в одном наставлении две темы я и в то и в тот ролик добавлял здесь в частности ведь я только решил для этого добавить вот я буду еще раз вот это жирное зачитывать ну важно назовем так жирный не жирный может быть текста но в данном ролике именно об этом идет речь да еще раз вот и рю хочется в своем протестант я уж молчу про православных господи вы вообще все почитаете православные католики казалось бы для вас это вообще святые отцы как вы говорите правильный иисус говорил вы строите им памятники до почитаете я говорю вы бы не место прежде чем почитать этого святого почитали бы потому что вам поп тыкнул что он святой надо его почитать я возьмите тогда и почитайте немножко о том кого вы почитаете так вот антоний великий что вы в небесное царство попадаете не крокодилями слезами каждое воскресенье под полотенчика у попика и непричастием каждое воскресенье святого тела и крови христова вообще антони великого если нет хочется и надо сказать православный с католиками вы прочтите хоть раз вот вот антония великого много он говорит о причастии там о вере о покаянии под попевскими полотенчиком крокодилях слез проливая немеренное количество ни одного ничего вы близко не найдете не хождение в храмы не о почитании святых не а вере в историческую личность иисуса христа не в его искупительную жертву не в таинство причастия который тебя в небесное царство не о боге который до любовь и всех прощает несмотря на то что грешник да ну ты кающийся грешник да и поэтому ты в царстве небеса падешь ничего подобного не говорит вся точно так же как у иисуса мысль в жизни учения того же самого антони великого если так хотите назвать это об одном о доброй или злой жизни человека и что добрая жизнь и делает человека достойным гражданином небесного царства любви иисуса христа доброго любви обильного как хотите слова синонимичные в мире кто понимает их истинное значение и наоборот злоба злость неправедность греховность человека она делает его кого участником того места куда он и сам хотел он же все свою жизнь доказывал что это я же хороший чем все грешники считать все хорошими бог ничего плохого не сделает даже грешником на самом деле на великом суде и на суде над христианами перед этим будет что разделение того каждый кто чего хочет что ты получишь да ты же что ты хороший делай вот так ну отправляйся к таким как ты да и в мир который ты здесь создал убивал животных в твоем мире не будет ни одного животного ради неважно трупятины ради шкуры там рад чего угодно еще раз зачитаю хоть и нас и 14 но я буду ведь я не могу остановиться я что-то вам говорю что буду делать буду не делать все равно делаю да не знаю сейчас может побыстрее пойдем но так душевно я искал все-таки на предисловие какой-то сделать теперь может побыстрее пойдем читать душевные добродетели и делают нас достойными вечных благ еще раз оговорюсь не причастие не вера в иисус христа воскупительную жертву в евангелие в так называемой если вы не понимаете вообще о чем он просто в слово ничего вообще все что там понапридумали религиозники уж тем более не там платочки на голове у женщин бороды отросшие у мужчин на лице это разве что делает человека достойным вечных благ поиски там опоясано не опояса не до ходишь ты глаза потупив или ты нормально ходишь как человек да не это делает человека не все вот это не вычитывание правил да не молитва заметьте к богу не посты ненужные никому религиозные а что настоящие добрые дела душевные добродетели что такое душевная добродетель такое слово тоже некоторый начинает там что-то фантазировать душевные добродетели это внутренняя природа твоя твоей души которая готова к чему к добрым дело твоя душа готова к добрым делам душевные добродетели к каким все-таки доброе дело честность открытость прямота милосердия добродушие открыт и смирение к род les все все это доброе дело добрые свойства они выделяются в делах выражаются всё равно у человека это внутреннее состояние вся проявляется в человеке каких-то делах а самопроизвольные грехи которые делает сам человек не бог его в грехи толкает да не дьявол дьявол внук если дьявол конечно там попад научивает поднаушивает но делает их человек самопроизвольно об этом антонисов говорит да вот этот синдром как я всем говорю синдрома адама с его или есть первородный грех игры все это вторичный грех это когда адам с евой друг на друга тыкали на бога о том что это он виноват в том что они убили животное в раю да и сожрали его труп нет в этом виноват не бог и не дьявол какая его даже тыкала в этом виноваты ты самопроизвольно сам согрешил ты мог не греши а самопроизвольные грехи человеческие есть суть и причина всех мучений так я сейчас так следующие восьмидесятое наставление из останавливающихся в гостиницах некоторые получают постели а другие не имея постели ложатся на полу и засыпают также крепко как и те кто спят на постелях дождавшись конца ночи утром те и другие оставляют постели и равно все выходят из гостиницы неся с собой только свое собственное таким же образом и все шествующие путем этой жизни и те которые жили в умеренной в умеренном состоянии и те которые пожили в славе и богатстве выходят из жизни сей как из гостиницы не беря с собой ничего из сластей житейский ских и богатство одни только собственные дела свои соделанные ими в жизни своей добрый то или злые ну еще раз во первых мысль антоний он хоть здесь тоже опять так свел к богатству и славе дело внешнее и внутреннее если правильно здесь выразиться или так более антония подкорректировать да антоний говорит абсолютно верно да о том что неважно как ты жил по плоти в этом мире кем ты был там социальном уровне рабом или свободным бедным или богатым там ученым или не особо образованным человеком там вы поняли да неважно все что-то это внешне человек касается там сильным или слабым дрящом там инвалидом или очень сильным человеком до способным то есть все это внешне не имеет никакого значения значениями это внутреннее состояние человека доброта и опять же узнаете вот протестанты вот специально они вот исказили жизни учения иисуса и когда им говоришь о делах так как их не лживые основатели и все кто до сих пор всю эту чушь несет знаете вот две крайности есть специально вот уродуют истину вот они ее специально изуродовали что якобы дело и речь там идет у тех кто истину проповедует на основе жизни ученица христа о том что якобы там количество добрых дел спасает да не количество конечно же добрых дел спасает человек может пожить 30 лет а может быть 60 иисус прямо сказал очень хорошую мысль о том что после меня некоторые из вас и больше сотворят меня там да о чем иисус говорил разве говорил о том что они будут выше своего учителя когда он сам говоря и приточным и символьным и прямым языком был что всякий кто захочет идти и достигнуть уровня своего учителя может должен это сделать да но достигнув высоты учителя достаточно с него да вот здесь очень важно о том что эти речи да и понимание того что конечно же иисус никогда не учил тоже о количестве добрых дел и апостола не учили и все их последователи такие как я тоже не учат том что над какие-то там свои ты можешь уже здесь знаете чтобы с богом потом свериться на суде здесь себе там блокнотик завести добрых дел и записывать конечно же речь не об этом но речь о том что спасение возможно только святой жизнью а святая жизнь твоя которая в тебе если это доброта она будет проявляться в делах если ты рассказываешь о себе с лавиной песни всем что ты якобы там святой ученик иисуса по делам его не поступаешь к сожалению не живешь то ты не его ученик поэтому здесь под делами подразумевается просто жизнь человека из хотите под добрыми делами подразумевается святая жизнь вот это наличие дело добрых делали как угодно называйте а еще знаете что выдает протестантизм вот в его лживым и лукавым исковерканье ты слов потому что здесь не написано о количестве антони не говорит как и апостол видите на экране у меня ссылка на 2 коринфян в 5 1 10 мы все это я сейчас не буду мы вернемся в принципе и к этому наставлению потом как я вам сказала к посту вам иисусу но я вам напомню что не иисус не говорил что перед вами идет количество добрых дел иисус такого не говорил что когда я вернусь каждым воздам по количеству его дел разве сус такое говорил до своим ученикам что а тем кто хочет следовать за ним отвергнуться пусть все и возьмут крест свой следует за ним разуме тыграл ибо приду со тьмой святых ангелов и воздам каждому по количеству его дел нет иисус так не сказал но по делам его там под словом дело не ужели вы не слышите читается слова жизнь по делам жизни потому какую-то жизнь вел она в делах в любом случае проявлялась не о количестве дел идет о качестве добрые то или злые разве павел писал что когда все мы разрешились вот в этом втором коринфе мы с вами сегодня его целиком прочтем ну в смысле отрывок целиком 2 коринфян 5 глава с 1 по 10 стих разве он там я просто наизусть знаю да раз там когда он говорит что вот когда все мы разрешимся да и перед христом предстанем на судилище христовом и каждому воздастся по делам его добрым то или злым что он делал живя в теле апостол по городу прям антоний великий ничего еще нового не говорит просто другими местами словами меняет по сути вот этот отрывок 2 коринфяна 5 10 5 1 10 нет не количестве а качестве твоей жизни качестве твоих дел добрых то или злых за это будет воздаяние за это будет отчет не о количестве добрых дел но о качестве добрых дел у качестве добрых дел тоже разное разве разве господь не сказал что одно семечко приносит чего тогда кому иисус рассказал теплить притчи протестанты полностью отвергли и православные католики жизни ученицу с христа он кому и притчу о семечках рассказывал почему одно семечко приносит 30 60 а другое 100 а почему талант это одному будут два на два приумножены до 5 на 5 оказывается у всех разные а тому кого действие казалось еще отнимут у того кого один и ему прибавить кому это иисус все рассказывал кому павел грыл в первом посаде коринфянам то же самое говоря о суде даже а христи над христианами город что у каждого будет разная слава как звезда от звезды разница во славе как и солнце от луны у каждого христианина будет своя слава разве они об этом никогда не говорили раз и не говорили о совершенстве павел постоянно говорил совершенстве в любви о том что он сам достигает что возрастаете в любви и в добрых делах разве павел об этом не писал конечно удобно вырвать лживое учение составит потом себе кучу адептов набрать собирать с них десятину и до этих и стричь по полной программе а где и двадцатинку а где еще надо дополнительные сборочки сделать и причем это же с целой секты тупых адептов а ты-то один да и ты просто захлёбываешься в бабле конечно такую сект очень удобно создать такую секту просто рекой потекут выдумки про вас протестантизм разросся потому что это христианство не это лживая секта против паразитирующие на жизни ученицу с христа именно этим спасением и поверя она и набрала 5 миллионы последователей вы думаете кому-то нужно крестоносительный жертвенный тернистый узкий путь в небесное царство никому не нужен его отвергали уже в первые века так скажем прямые ученики иисуса до соблазнялись уходили когда он это проповедовал и говорил это не многие принимали конечно принимать ложь это самое сладкое что может быть в этой жизни еще раз выходит из жизни сей все как из гостиницы не беря с собой ничего из сластей житейских богатства одни только собственные дела свои соделаны ими в жизни свои добрые то или злые еще раз хочу зафиксировать эту мысль иисус его потом ученики апостолы последователи через долгое время через тысячи лет такие как я не говорят о количестве добрых дел говорят о качестве твоей жизни о качестве дел добрых то или злых вот и все кому-то больше отмерено кому-то меньше это не суть важно это не имеет значения 10 лет ты жил и помогал нуждающимся или 50 лет это не имеет уже никакого значения человек достиг если ты дозрел до жертвенной любви тебя в 30 лет распяли не имеет значения что другого распяли в 52 раза раз 5 вообще убить за истину не могут как иисус христа дело в том что ты дорос до этого до пика вот и все и конечно же никаком не количестве но то добрых а то злых тебя распинает или ты будучи инквизитором вот с таким крестом на шее да и с таким шапкой на башке там в два раза в десять раз больше хлавань там любит все себе эти воскрыли расширять до или ты наоборот сжигаешь этих любви ну и людей естественно во имя истинной любви как же без этого я любой грешник нет себя праведником следующая 116 у нас с вами наставление как тело выйди из материнской утробы несовершенным как тело выйди из материнской утробы несовершенным не может жить так душа выйди из тела не достигнув бога видения а кто видит бога вот как прочитать антония великого даже не не дочитывая очень легко бога видение что такое можем всегда найти ответы в евангелии конечно чтобы найти согласие блаженные чистые сердцем ибо они бога узрит чистое сердце это добрая жизнь доброе сердце спастись а или быть в общении с богом не достигнув бога видения не достигнув бога видения но антоник это я зараза это я как аж свой но ты опять придумал там вложил бога видение а чистое сердце доброта да может просто супер молитвенник нет антони прямо говорит достигнув бога видения через добрую жизнь чистое сердце это доброе сердце спастись а или быть в общении с богом не может я уцена протестантов а действительно православным католиком да я просто на них давно забил потому что это вообще это люди просто непробиваемые они просто в свою секту вот вот это прям чистой воды зеркало иудаизма вот как иисус им говорил их вообще никак не пробирала вот с православным с католиком будешь общаться все это настолько упоротые фанатик нет на фанатике слова неправильно употребляет человек который даст и хотя до фанатик подходит тоже да что они готовы сдохнуть но якобы за веру православную но истину они не готовы к ней приблизиться не на сантим вот ты вот читал когда-нибудь антония великого ты вот там пролетал проливаешь эти крокодили слезы каждое воскресенье причащаешься разве этим достигается небесное царство любви иисуса христа разве если это царство любви туда туда какой проход может быть только один когда в сущность будет абсолютная любовь ты хоть а объешься этой булки а песен этого вина это тебя ничего добрее никак не сделает так можно видеть бога как можно спастись и быть с ним в общении не просто видеть общаться и спастись что ты права права протестант ведь все удобные слова антони слушать какое великолепное наставление да все собрал и общение богообщение боговидение до католики протестанты православный тоже любит там созерцание созерцать бога достижение нетварного света и все это дробудение учит они там в молитвах или еще в чем-то в постах антони великий в чем говорит спасение боговидение и общение с богом в доброй жизни в доброй жизни многие удивляются как я вот будучи православным три года практиковал причем искренне глубоко как всегда с полным погружением от него отвалился но оттуда пожалуйста вынес все то что у меня все тянуло ко всему я истину бог вел меня прямым путем и то что он есть любовь свобода и вечная жизнь во мне от начала была открыта и всегда меня это я все с этим сравнивал я даже не сравнивал все с бумажным евангелием иисус христа хотя и с ним безусловно но крайней точкой крайне линзы в которой все сравнивал было что троица вечная жизнь свобода и любовь согласуются это с этим да что будет вечном царстве иисус христа вечная жизнь до свобода безусловно тоже любовь без свободы невозможно любовь никого не насилует любовь добровольно насильно мил не будешь мы всем знаем это выражение поэтому вечная жизнь до свобода до и любовь доброта где никто никому не делает никакого зла и сколько может доставлять друг друга радости через удовольствие все это есть вот через добрую жизнь почему я зачитываю антони казалось бы кто-то отвернется кто-то еще там что-то соблазнится ой вроде свободная вон да вот умный человек жил тоже что почему бы не прислушаться согласуется это с учением иисуса христа конечно о чем иисус учил все время а вере его искупительную жертву у него такой фразы нет ни одной так 118 орган зрения телесного глаза орган зрения душевного ум как тело не имеющий очей слепо не видит солнца освещающего всю землю и море и не может насладиться светом его так и душа не имеющего благового ума и доброй жизни но потребность что антони горит что умный человек это добрый поэтому хоть и говорит благового ума и доброе жизнь по сути говорит что просто у тебя и мысли добрый тоже причем делать а мысли то есть у тебя ну по сути он здесь тоже не конечно правит просто как любит как дихотомия трихотомии природы человека. Я люблю дихотомию. И то, не то, что дух, душа и тело, а тут дух и тело, или еще как только не пытаются, что там есть видимая и невидимая сущность бытия. Наш невидимый, проходя некую грань, становится видимым. Поэтому душа, не имеющая внутренней доброты, которая проявляется во внешне, в доброй жизни, слепа, не знает и не славит Бога Творца и благодетеля всех творений, и войти в наслаждение Его нетлением вечной жизнью и вечными благами не может. Вот как ортодоксам или протестантам, ортодоксам в смысле православным католикам или протестантам, вот донести вот эту вот мысль, простую, понятную мысль, которую Иисус постоянно говорил. Душа, не имеющая доброй жизни, не знает и не славит Бога. Они все, мы знаем Бога, познай Бога, и вы Его не знаете. Ни верой в Иисуса Христа она познается Бог, ни в Его искупительную жертву, ни крокодилями слезами по воскресеньям под полотенчиком у попика и дальше продолжением греха. Да вы за год, живя в церкви, должны тогда перестать к ним уходить. Неужели вы продолжаете грешить от всех своих грехов, как они, говорит, избавиться не могут? Да вы грешники. Злую жизнь ведете. Раз каждое воскресенье ходите об одних и тех же грехах перемалываете. Противоречит это Евангелие? Конечно нет. Разве Иисус не говорил, что светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела? Веру во Христа, веру в искупительную жизнь, ваши тайные походы в капище, плачи, бесконечные крокодили, слезы о своих грехах. Разве это должны люди видеть и славить Бога? Нет. И мы, разве этим Его славим? Нет. Если уж внешне, если уж другие люди будут Его славить, значит, тем самым и мы славим. Иисус так и сказал. Тогда светит свет ваш перед людьми, сказав инсказательно, тут же говорит прямо, чтобы они видели ваши добрые дела, это есть свет, и прославляли Бога Небесного. И войти в наслаждение Его нетлением в Небесное Царство любви Иисуса Христа и вечными благами не может. Антоний что не говорит-то о причастии, о вере, о молитвах, о постах, о всей этой церковной дребедении, о куче религиозных культов, праздников, предписаний человеческих, бреданий человеческих, заповедь на заповедь, правило на правило, хоть о чем-нибудь. Он говорит, вы думаете, я Антония вырываю, 14 мы сегодня прочтем, наставление. Я просто выбираю самые интересные по темам, я говорю, прочитайте остальное. Я выбрал какие-то самые важные, интересные темы, и вот сколько, я говорю, там с десятков роликов получилось. Есть у меня целиком его жизнь с прочтением, с моими комментариями. Есть письма, прочтенные с моими комментариями. Пожалуйста, обратитесь. Есть у него вся эта бредятина религиозниками придуманная. Нет. 127 наставление. Одного только невозможно человеку миновать смерти. С Богом возыметь общение он может, если поймет, как сие возможно. Ибо при желании и понимании дела ради веры и любви, свидетельствуемой добрую жизнью, человек становится собеседником Богу. В молитве человек становится собеседником Богу. Нет. Вспомните апостолов, которые говорили, что ваши молитвы противные, мирские перед Богом. Кстати, про дела, про откровения, я говорю. 15 глава. Когда там святые шли, а перед ними идут дела их. Я говорю, протестанты, вы сначала вот тогда книги тыкните, что они там о делах говорят, о спасении, по делам. Разве там написано, что перед святыми, которые идут к Богу, вера идет ихняя? В Бога, в Иисуса Христа, в Его искупительную жертву? Нет. Дела. Там надо быть идиотом, чтобы подставить злые. Подразумеваются добрые. Сколько я говорил таких мест, где проглочены просто слова. Ну, мы же не идиоты, мы должны понимать, что речь-то идет. о добрых делах, что раз это святые люди идут к небу, это не верующие бесы, как Иаков прямо называл тех самых протестантов, современных. Он им прямо прекрасное определение дал, да. И бесы веруют и трепещут. вера – это не добродетель. Бог ни в кого не верит. Бог не верит в Бога. Бог не верит в Иисуса Христа, он сам Бог Иисуса. Бог не верит в свою искупительную жертву. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Вечность и свобода – это его природа. Стать как он можно только как? Любя. Потому что свободой и вечной жизни мы обладаем по природе, ее нельзя отнять. Он просто есть, как он и сказал Моисею. Я просто есть. Это нельзя у меня отнять. Я не знаю, что такое смерть, я не знаю, что такое жизнь, по сути, потому что я не знаю, что такое смерть. Я просто существую. Я просто свободен. Свободу нельзя отнять. Когда я отрицаюсь от своей свободы, я не буду выбирать, я не могу, я боюсь, ты уже отрекся от нее. Это свобода твоего выбора, даже отречься от свободы выбора. Это твоя свобода. И то это лишь ты сам себе так. Это лишь такая тавтологичная формулировка якобы. Я свободен отрицаться от свободы выбора. Ты не отрекся от нее. Ты выбрал зло просто. Вот и все. Не могу это, не могу то. любовь наш свободный выбор именно ей только мы становимся богоподобными ибо бога есть любовь поэтому ради веры и любви а вера того что в любовь энт богослов так прямо и писал что любовь божьим познали вот в этом его в и во всем его во всей его жизни учения ну и в частности в том поступке который он совершил явив нам даже любовь к врагам что есть абсолютная любовь мы увидели это его поступок и уверовали в нее и он богослов говорит не в него а в нее а потому пребывающий в любви пребывать в боге и бог в нем не верен богослов сказал пребывающий пребывать в боге а в любви только такой человек живя добрую жизнь и становится собеседником богу 140 у нас с вами дальше идет по человеколюбию создавшего нас богом ко спасению есть весьма много путей обращающих души и возводящих их на небеса души человеческие получают за добродетель награды а за грехи наказание слушайте вот насколько надо быть идиотом чтобы читать подобные вещи и не понимать их это же настолько все просто единственное конечно говорю можно знаете дойти до безумия извращать все на свете вот даже тут знать когда там разные пути к богу разные религии ведет к богу богу не ведут религии не разные пути и антони есть так извращать да можно дойти до безумия антони просто проглотил как всегда может быть как и мы все в моих речах кучу все проглотчено бывает что не можешь все употребить в одном в одном предложении в каком-то в одной мысли те потом еще куча вопроса да поэтому миллионы роликов записывает современные блогеры на поднимать тем же порой темам да естественно речь шла о весьма многих путях каких внешних надо всегда разделять внешне и внутренние либо когда это все вместе говорится там о человеке либо действительно по отдельности имеется ввиду до внешней пути разные внешний человек может быть женщиной или мужчиной старцем или юношей богатым или бедным до учителем или не учим это ну там в бытовой жизни до рабочим или руководителем это не это да к богу путей в этом плане весьма много уроков жизни школы мы все разные проходят может быть сиротой может быть многодетной семье может быть семье без родителей с двумя детьми единственным ребенком до внешней путей миллионы сколько людей столько путей ведущих богу но бог каждого жизнь устраивает чтобы к себе привести по внутреннему путь к нему один добродетель получает награды самая награда это бог это есть любовь свободы вечная жизнь которую мы обретем в небесном царстве любви иисуса христа а за грехи наказания вы может какими угодно быть верующими неверующими во что там верующие имеет никакого значения 146 я умная душа презирая вещественности жане и маловременную жизнь избирает утешение небесное и жизнь вечную которую и получит от бога за добрую жизнь за доброту за любовь уже не знаю что комментировать уже полно стал момент когда я вам просто их почитаю уже об одном и том начало греха есть похоть через которую и покупает погибает умная душа началом же спасения и царствие небесного бывает для души любовь слушать удивительно хоть сказать для меня это не удивительно конечно вот кто может быть никогда там православное знание тушь ир библию никогда не читали целиком любые протестант православные католики на православность католики но протестантов ты кушать там с библии насуются не расставиться да они ничего не тоже не читали хорошо то ну я согласен что протестант хотя бы евангелие читали хоть раз в жизни любой протестант я в этом практически убежден может быть там один на миллион попадет с которого так приняли он даже евангелие не знал не читал никогда море то не знаю как сейчас там их крест как там их вербует вот лишь бы десятинку содрать я ничему не удивлюсь ну так мне кажется все таки что и хотя бы раз евангелие они читали вот это может какой-то гремучий уже протестантизм или прикрывающийся уж там совсем какая-нибудь секта на самом деле такая не искренняя там уж совсем да ради все денег там основатель какой-нибудь уже чисто чисто как аферу это замутил потому что таких тоже полно ну и все это вряд ли в массовых таких больших масштабах вот такой бывает ну конечно православные католики это вообще это люди это люди которые никогда в жизни евангелие не читали может быть 10 процентов это максимум это максимальная цифра может быть десять процентов православных католиков хоть раз в жизни читали евангелие это предельная цифра из тех кто называется естественно православным то есть подойдете на улице спросишь он скажет я православный скажи евангелие читал не все узнаете как он православ нету никогда его не читал он даже не знает что это такое ему слово даже может быть чужим покажется он не поймет о чем вы спрашиваете это факт жизни может спорить со мной может не спрашивать все это элементарно проверяется вы это можно проверить даже если вы к любому капище подойдете храму это не забудьте что это как раз в храмы ходит от общего числа ну сами сами эти статистика православных католику они и выгружают как говорят мне на сайте надо статьи какие-то я вот такое слышал они сами понят что в россии допустим чуть ли не там как 70 80 процентов православных но они сами говорят что в храмы ходят такие активные религиозные люди это 35 процентов вот от этих еще 70 80 якобы православных людей в россии ну и сами задумайте что если вы подойдете к капищу и там сделаете опрос причем подходить конечно не прям в какую знаете в пятницу на вечерню когда туда и так две коллеги приходит нету хотя бы на какой-нибудь но как это называют даже не самые основные праздники вот давайте так как 12 помдаешься забывают даже не 2 на 10 как это говорят да не 2 порядка а именно 1 порядок там зачатие девы марии рождество иисуса христа крещение да там среди не обрезание пасха вот на такой праздничек потому что туда ну я думаю что на тоже такое честно статистике прямо не знаю может она и была и может это я так но я так подразумеваю я просто знаю тушку знает я сам в храмах работал служил алтарником все это читал там да и псалмы и евангелие апостолами евангелие не читается понятно священник апостолов читал да вот и эти огласили проводил эти скрещен скрещаемыми с крестными вот эти беседы там да вот и понятно что на праздник приходит ну возможно вот из этих на назывных 70 80 процентов ну я думаю что наш не знаю я у когда все называю процент если конечно говорю понятные не господь бог и я не вижу всего этого и не знаю но так по ощущениям от 30 до 50 процентов а это уже уже вы половину тихо просить вот и вот там вы точно поймете что там и 10 процентов никогда в жизни евангелие читали а получается если вы будете это вообще на улице какой-нибудь делать не у храма да и спросите у православного евангелие читали я думаю что и процент с трудом наберется один один процент из 100 прошлых православных что когда-нибудь вообще в жизни открывал евангелие это очень показательно и это не мои пустые слова это абсолютная правда доказать что-то кому-то я уже давно перестал потому что бесполезно я работал в храмах я знаю я видел этих людей я разговаривал с ним я могу вам статистику собственно единственно привести который я вот проецирую на все это яра я четыре месяца занимал соглашение приезжали очень много людей потому что там приезжать не только и так как папу было до лампочки кто там во что веру читал евангелие нет он чисто формально это дело потому что обязала руководство делать час и он крестил прям в тот же день неважно согласно не будто не слушать не да он все крестил на меня даже возмущали жаловались кричали что я вот тут их а вы знаете какой из меня проповедник я бы их никогда в жизни не крестил я попугаю ты живешь они же все неверующие вообще это не надо как ты их крестишь он был абсолютно алчным ему было до лампочки все это вот вставали прямо уходили и а я сажал всех а приезжали тем более в деревне там народу приезжало всеми крестить мальчика девочку и там человек еще 20-30 все это родственники я прям всех не крестного с крестного всех выдавать давайте лавочки большие стал благо в храме всего этого навалов и прям всех и я спрашивал я поднимал евангелие в руке играл что это за книга никто не знает я говоря вот это вы не поверите я вот так спрашивал я вот это кто ну вот на кресте распят все эти оглашения были в храме прям в большом в древнем никто не мог ответить люди пришли на крещение они никогда не читали евангелие никогда люди приехали в храм на крещение 23 там всегда от 10 человек это минимум было от 10 где-то так до 20 может даже до 30 доходило половина сразу вставала уходила они не могли отсидеть курильщики не могли час отсидеть чтобы за соску за свою не побежаться вот им надо покурить кто-то вставал уходил половина кто-то на меня жаловался шел что я вот тут начинаю я знаете там была брошюрка по которой я в теории должен там вести было на сайт какая там чепуха крестные не должен быть и это не должен быть и то там такая чепуха правила бытовухи там что крест нами не должно чё ему же это рассказать если это еще должен был поп когда по телефону позвонили сказать что вы там крестные не должны быть там родственниками близкими так далее это вообще моё ли дело когда ты их уже позвал да через час всё ты их крестишь окунешь там неважно верует они во что не верует вот поэтому кому вот эти сказки рассказывать это я лично делать четыре месяца лично это достаточная статистика вы думаете в стране что-то в каком-то селе отличается другого не один там единицы вообще единицы кто мог сказать да я читал да это иисус христос распятый единицы основная масса вообще вообще не в зуб ногой рядышком не знает что это такое о чем вообще речь идет понятия вообще не имеет что это такое евангелие поэтому ваку о чем вообще можно говорить о каких христианах так называемых когда на меня возмущает что я там православных католиками не называю протестантов христианами да это жизнь просто началом спасения и царства небесного бывает для души любовь любовь доброта и слова синонимичные а если еще берем символьный язык всего всей библии там совершенство спасение святость это все одни и те же слова полнота любви до невеста непорочная христа это все одни и те же слова просто разные образы даже царство небесное иисус скалон внутри вас есть если вы у себя раскроете вы будьте в нем и по плоти все что вы проецируете в себе будет спроецировано в вечности в реальном мире так 148 у нас дальше 149 150 прям подряд как медь брошенная в небрежение оставленная без должного ней попечения повреждается ржавчину и появляющийся на ней а долговременного лежания в связках и не употребление в дело и через то делается она добротную и не непотребную так и душа пребывающие в бездействии и не заботящиеся о чем о доброй жизни не религиозной небо обрядовой стороне религиозной жизни о доброте о доброй жизни и обращение к богу злыми делами своими лишая себя покрова божьего съедается злом зарождающимся веществе тела от такого нерадения и через то является недобротную и негожую к спасению к пребыванию в небесном царстве так далее я уже буду вам минимум все комментировать потому что уже все это сказал мы с видим только лишь перемену слов не слагаемых от этого сумма или смысл как говорится не меняется какие-то я уже зачитывал вы знаете поэтому мы повторяемся да бог благ и бесстрастины не изменен если кто признавая верным и благословным и истинным то что бог не изменяется недоумевает однако ж как бог будучи таков о добрых радуется злых отвращается на грешников гневается а когда они каются является милостивым к ним то на это надо бы сказать то что бог не радуется и не гневается ибо радости гнев суть страсти нелепо думать что божеству становится хорошо или худо из-за дел человеческих бог благ и только благое творит вредить же никому не вредит пребывая всегда одинаково а мы когда бываем добры то вступаем с ним в общение с богом по сходству с ним бог есть абсолютная любовь абсолютная доброта мы добры мы абсолютная любовь мы ступаем с ним общение по сходству с ним когда становимся злыми то отделяемся от богу по не сходству с ним живя добродетельно мы бываем божьими живя добродетельно мы бываем божьими а делаясь злыми становимся отверженными от него и это не то значит чтобы он гнев имел на нас но то что грехи наши не попускает богу воссиять в нас с демонами же мучителями соединяет если потом молитвами и благотворениями получаем ну или снискиваем мы разрешение во грехах то это не то значит что мы богу ублажили и его переменили а значит это то что посредством таких действий обращение нашего богу то есть изменения своей жизни и злой в добрую уврачевав сущее в нас зло мы опять соделаемся способными вкушать божью благость поэтому сказать бог отвращается от злых есть то же самое если сказать солнце скрывается от лишенных зрения стоит ли все это уже пояснять еще раз лишь главную мысль антони велико живя добродетельно мы бываем божьими а делаясь злыми становимся отверженными от него это не то значит чтобы он гнев имел на нас но то что грехи наши не попускают богу воссиять в нас с демонами же мучителями соединяет павел есть давал так образ и он действительно такой есть да в жизни бог так всю природу она так проецируется что все что есть снаружи все это можно увидеть через это внутренне до павел так и говорят и говорил созерцая внешне познаю не внешне видим и познаю невидимый мир да и действительно огонь он страшен для кого для соломы для дерева разве слова со страшен для золота и алмазов нет для серебра наоборот их очищает из там есть какая-то примеси все это превращается сгорает и золото становится еще чище и прекраснее наоборот солома сгорает в него что поэтому действительно это не бог изменяемый да и мы не можем его не веры в него к себе приблизить да не крокодилями слезами лживыми да мы можем только как с ним соединиться добротой это очень важно так 158 самая большая не цельная болезнь души и пагуба и и есть бога забвения и тщеславия похотение зла и есть лишение блага благо же наш состоит в том чтобы охотно делать всякое добро которое угодно богу всяческих мы с вами зачитывали уже это наставление в другого видео там я обращал как я говорил немножко на другую тему потому что тут антония она тоже преследуется да я назвал по-другому немножко но суть одна и та же я хотел даже это наставление в конец добавить но все-таки дома все равно потом перейдем к апостолам к иисусу дома неважно поставил в хронологическом просто порядке еще раз что на самом деле добрая жизнь доброта любовь делает нас счастливыми благо же наш состоит в том чтобы охотно делать всякое добро которое угодно богу всячески нуж бог и есть доброта бог есть любовь об этом иисус говорил конечно блаженно вы когда будете делать то-то доброе дело то-то доброе дело гнать вас а вы не будете злом на зло отвечать вы помните что иисус все время все заповеди с призы сопряживал с счастьем да с блаженством человека самого когда ты будешь исполнять эти заповеди заповеди добра и любви ты будешь сам счастлив даже несмотря на то что тебя по плоти будут угнетать злодеи до но творя любовь в ответ в это время жизнь по плоти ты будешь страдать улыбаться будет тяжело когда тебе будут зубы выбивать до антихристы но внутри ты будешь счастлив и в оконцовке ты это боль-то временно как свою среди страдания по плоти временные как антони тут не раз говорит кто презирает все это да ну ты возросшие выше в этой простите обед все время спать хочется потрудишься с утра вот покушаешь вот что что действительно делать все это добро ты сам станешь счастливым если по плоти даже какое-то время страдаешь царстве небесном этих страданий уже не будет поэтому главное явить в этой в этих страданиях абсолютную любовь как явил ее иисус так какой прочли с вами 158 161 164 святым называться называется тот кто чист от зла и грехов потому величайшее совершенство души и дело весьма угодное богу есть то когда в человеке нет зла как достучаться до религиозников я не знаю вот не не могу себе представить честно сколько бьюсь шестой год и седьмой год уже шесть лет уже да и я уже не понимаю чем надо ведь это так просто так понятно что лишь доброта любовь делает человека счастлива если все мы любим все мы добры это есть это был рай который мы должны были остаться это есть небесное царство где мы прежде чем попав туда вырастим даже до жертвенной любви который не могли вырасти в раю да потому что никто не делал зла теперь когда делают зло мы не можем ответить добром тем еще больше вырастаем в жертвенной любви конечно в небесном царстве нам уже не пригодится но действительно но потому на веки останется небесным царством любви потому что люди прошедшие не то что там не творение зла до в себе укоренив а даже отвечанием добром на зло естественно в небесном царстве никогда никому никакого зла уже не сделают да уж даже на зло отвечали добром уж тем более для них самих просто табу кому-то причинить какое-то страдание до святым кто называется святые по вере от того что крещен святой или ты стал до или еще как-то или у тебя мамы папа или предки твои святые дедушка бабушка да разве чужой святостью мы святы по бреду протестантов святостью иисуса христа нет мы святы своей святостью святым называется тот кто чист от зла и грехов ну а зло есть беззаконие грех есть беззаконие помните богослов так и говорил это есть зло это единственное угодное богу когда нет в человеке зла так 164 знает бога и знает бывает от бога ничего мне напоминает ну понятно послание она пребывающий любви пребывает боги и бог в нем и и знает в общем-то ян богослов и прямо писал знает бога и тот кто любит да тот человек который старается быть всегда неотлучным от бога неотлучным же от бога бывает человек добрый во всем и воздерживающийся от всякого чувственного удовольствия не по недостатку средств тому а по воле своей и свободной воздержанности здесь конечно можно тоже за антони зацепиться что к чувственным удовольствием несмотря на то что они были монахами уединенниками действительно во многом все отказывал кто читал антоний знает что его мысли те же самые что бог все сотворил для блага человека и воздерживается человек и тренируется только до тех пор пока не поняла истину потом он может действительно позволять себе любое удовольствие которое не причиняет никому зла очень важно что он понимает что единственное зло есть это не просто получение удовольствия очень не зло на зло есть это когда кто-то страдает когда ты какому-то объекту причиняешь страдания но об этом я много говорил и мы с вами уже это наставление тоже считали в рамках ролика грех помнить буквально пару дней назад так осталось что последние сегодня вас и поздравляю 169 наставление смертные должны заботиться о себе зная наперед что их ожидает смерть ибо блаженная бессмертие бывает уделом преподобной души тогда когда она бывает то есть блаженная то есть счастливая смерть то есть как и павел говорил что моя жизнь христос а смерть приобретения будет только в том случае для человека смерть приобретением блаженная бессмертие и по бессмертие в том плане до что любит тоже цитировать из евангелия вырывать все просто на пустом месте до верующие иметь жизнь вечную да не верующие тоже будет иметь жизнь вечную бесы веруют и трепещут и бессмертные они вообще смерти не знает что такое и грешники будут по воскресенье и суде тоже бессмертными так будет вечных муках поэтому блаженная блаженная бессмертие блаженная бывает уделом преподобной души тогда когда она бывает добраю не верующие да а добраю смерть вечная встречает ее тогда когда вечная вечная смерть ведь такое тавтологично тоже понять почему игру это все слова такие игра слов очень часто да это же не вечная смерть а вечные мучения то есть жизнь вечных мучениях но по сути можно именовать вечной смертью до встречать ее тогда когда она бывает слоем ну давайте еще раз вернемся к 80 наставлению у меня там ссылка есть все равно я еще раз зачитаю все шествующие путем жизни это и те которые жили в умеренном состоянии ну то есть я перефразирую неважно как вы все шесть почему этой жизни все шествующие различным путем внешней жизни выходит из жизни сей как из гостиницы не беря с собой ничего из сластей житейские и богатство одни только собственные дела свои соделаны ими в жизни своей добрые то или злые ну и мы с вами переходим к пятой главе как я вам всегда говорю второго послания коринфянам пятая глава с 1 по 10 стих мы с вами прочитаем сейчас вот так поменьше сделаю чтобы весь текст помещался на экране и тут картинка такая есть читаем может быть кто-то никогда не вчитывался что протестанты что прославие чтобы католики обратили особое внимание на это то что вы вырываете одни места до забывают других тогда какие-то нестыковки павел пишет 1 обращаю внимание он пишет христианам он не пишет язычникам это не послание грешникам это не проповедь его где-то там в центре какого-либо города на народной площади где можно было там чуть выйти поговорить и люди слушают пушаешь не было телевизоров интернетов нет это послание церкви церкви в которой благодаря первому поставим узнаем что грешники были такие уже христиане которых и у язычников и у грешников не найдешь это очень важно понимать он пишет не о грешниках а христианах об этом будет часть не одно свидетельство по тексту здесь вот проглочено ибо мы знаем но тут понятно что мы первое свидетельство для тех кто думает что это или извращает я я видел как это извращает я лично общался это место показываю протестант он начинает даже это умудряться извращать ибо мы знаем павел пишет ходить мы и проглочено он о себе говорит о себе и о тех кто в истине что когда земной наш этот дом это хижина он говорит вот о временной той шкуре убитого животного адам сева который на всех нас натянут после их грех падения чтобы мы в этом грехе покаялись и все стали веганами ибо мы знаем что когда земной наш этот дом это хижина это кожа животного будет с нас сброшено разрушится во во что во второе его пришествие мы имеем от бога жилище на небесах да дом нерукотворенный вечный да мы все из тела плотского обретем тело какое духовное она вас просто есть она просто станет видимо вот и все это называется тело душевное то что он душу покрывает из тела духовное где духовное тело это принципе твоя душа видимая она покрывает твой дух невидимый мы это имеем да он правильно говорит все павел не важно кем-то грешником грешники тоже будет иметь вечное жилище до нерукотворенный дом то куда они с ним пойдут в этом доме оттого мы воздыхаем желать себя желаем облечься в небесное наше жилище павел говорит о том что на самом деле конечно мы все желаем разрешиться потому что тело и болеет и страдает и тлеет и мы чисто поэтому хотим уже от него избавиться ту же по половину небесного царства да но павел прямо предупреждает только бы нам и одетым не оказаться ногами какой он образ прекрасно дает то есть казалось бы ты оденешься в этом нетление на самом деле сбросишь эту одежду только казалось бы ты оделся а как в мультике в этом вернее в сказке ганн христиан андерсона да по моему она голый король не оказался бы ты ноги это очень важно о ком он пишет грешникам нет христианам согласуется с евангелием иисус христа апостол павел конечно иисус сколько раз говорил о том что все вот эти христиане так называемые которые живут злой жизнью неправедной жизнью могут в кого угодно веровать даже в него в его искупительную якобы жертву да что если они не будут жить святой добрую жизнь по не обманутся и будут выброшены во тьму внешне где будет кусать локти ибо мы ибо мы находясь в этой хижине воздыхаем под бременем потому что не хотим просто совлечься до грешники тоже совлекутся но облечься хотим внетление чтобы смертное поглощено было жизнью на это самое благо бытие до счастливую жизнь и создал нас бог и дал нам залог духа залог мы узнали что это есть вера который называет вера в евангелии в любовь свободу и бессмертию до залог нам дан вера нам дана семечко в нас брошено как иисус говорил и так мы всегда благодушиство и ну кайфуем да и как знаем что во дворе из в теле мы устранены от господа ибо мы ходим веру а не видение то есть когда мы вот смертное были облечены в раю конечно пока мы только верим как говорят вечную жизнь хотя я не верю я знаю да но это просто уровень сознания поэтому павел так выражается он и сам написал что я не верю уже знаю да антони великий кстати в одном тоже или в патрики или где-то в житие уже его я уж конечно не помню все это он сказал давно уже читал на канале все это у меня есть на канале христолюбчине библии иных писаний где антони сказал я уже не не верю я знаю бога да я уже не боюсь бога вернем там по другому но можно как и про веру прочитать да мы тоже сел то верим во все кто мы знаем бога мы знаем евангелие очень важно верить в евангелие потом познать его и самому его благовествовать ты лишь я знаю евангелие я стал живым евангелие я могу благовествовать сам тоже я знаю истину могу делать своими словами причем и образами то был господа потому благодушным желаем лучше выйти из тела в дворицу господа ну павел об этом не расписал в разных словах что мечтаю разрешиться и быть со христом и что но лучше для вас чтобы я оставался да хотя сам желаю другого и потому павел пишет ревностно стараемся ревностно да еще стараемся если мы спасены по вере зачем мне ревностно о чем-то стараться если я по воскресеньям под полотенчиком у попика все равно пока и зачем мне менять свою жизнь во дворе если выходя ли быть ему угодными ибо всем нам тут уже павел ничего не проглотил или те кто писал это послание павел о ком пишет протестанты от не все они ибо всем нам павел причем он играет вам заметил себя не отделяет от христиан от тех кому он пишет всем нам ему в том числе спасенному по вере как любит протестанты да ибо всем на христианам и павла я в скобках добавляю должно явиться он не зря назвал его судилищем христовым не судом божьим суд божий будет великий суд так называемый да там тоже будет иисус но для грешников это будет просто бог а для нас христиан бог иисус и судилище христово в день его второго пришествия будет именно для нас чтобы каждому получить чтобы явиться при судилище христово и чтобы каждому получить каждому соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое он сказал всем им грешникам всем вам павел сказал сказал всем нам разве павел сказал получить каждому соответственно тому сколько он сделал павел не говорит о количестве добрых дел когда вы слышите от протестантов что они вот это вот извращают они извращают именно да что якобы меня дел спасаемся не от количества дел а вам не говорят что от количества и ваши основатели лживые антихристы лютеры кальвины цвингли и прочие и же с ними они не о количестве говорили это уже вы потом до начали в противовес стать они прямо говорили шек спасается недобрыми делами недоброй жизни не святой жизни а верою в иисус христа его искупительную жертву который каким-то образом умудряется взять не то что прошло даже мои грехи настоящее будущее это прямая цитата я произношу если вы не верите читайте своего своих основателей отцов основателей начиная с лютера не павел не говорит о количестве как я уже сказал повторюсь ты можешь разную жизнь прожить долгую или короткую дело не в этом я мог распять за истину и в 20 и в 90 как я уже сказал не имеет это значение дорос ты в 20 хорошо кто-то в 90 дорос и слава бог как иисус сказал и в одиннадцатый час кто достиг этого и слава богу и а любом кающемся грешники о достигшем совершенства в небесах будет радость там не хотят быть одинокими или даже в малом количестве там мечтать чтоб каждый грешник спасся и был там о ком говорит павел каждый получит соответственно что он делал живя в теле то есть соответственно своей жизни качество своей жизни совершенство своей жизни святости своей жизни доброте своей жизни проявляемый в его жизни в поступках любая ваша жизнь это поступок прошел ты мимо нуждаешься или нет заступился за слабого или нет против ты войны или нет благовествуешь ты об истине или нет страдаешь ты за нее тебе прилетает или нет отвечаешь ты злом на зло или нет это твоя жизнь согласуется с евангелем даже открывать не буду со саму евангелие я вам всегда дословно могу процитировать речь иисуса в том эпизоде где к нему подошли ученики после того как они с горы там сошли где иисус им явился там мы сеем все это да помните илья там чтобы даже голос божий был его слушайте а не моисея с пророками да потому что мы сеем пророк может был только лучше в чем что они свидетельствовали о нем о его приходе до его жизни они против вставлять учение моисея вернее не пытаться учение иисуса до свет хим и сделать его учение мысея или или и поэтому там явление было как подтверждение того у кого надо слушаться и даже голос божий был с небес его слушайтесь после этого они сходят иисус его спрашивают да он учеников за кого в меня почитают люди ему говорят одни из пророка одни там за великого кого-то дни за учителя это вы за кого мы тебя за мессию до царя земного который тот вот израильский народ поднимет и все у них будет хорошо будет они кайфовать на всей земле иисус говорит да за мессию это конечно хорошо да не за того и когда стал им говорить о том что с ним произойдет до петр его воспрекословил иисус сказал тайги от меня сатана и сказал речь написано и ученикам и всем кто стоял в округе кто хочет следовать за мной отвергни себя возьми крест свой и следуй за мною ибо когда придет сын человеческий во славе отца своего со тьмой святых ангелов то воздаст каждому не по количеству дел иисус сказал но по делам его по жизни его читай иисус сказал по делам жизни его добрым то там надо добавить вот как что по павел прямо сказал добрым то или злым что уж антони тоже сто раз это сказал мы с вами сколько сегодня всего этого перечитали уж не буду ладно возвращаться в уши так устали да и я тоже да так будет так будет сколько иисус рассказал притч причем прежде всего во второе пришествие будет суд над христианами судилище христов каждый своему господину учитель своему богу будет давать отчет конечно внешне все это для людей недалеких то сказано самом деле просто каждый явится в то что он есть вот и все бог никого не будет судить там судебные дела разбирать что-то доказывать что-то кого-то обидел вот это вот духа духовное тело так называемое то есть душа она будет соответствовать тому какая она есть на самом деле здесь мы можем брехать в лицо в глаза как говорят все человеку с и божья роса а делать все что угодно то там это уже не получится духовное тело будет такое же тело практически как у адама с евы в раю были наги и не стыдились так что вот так вот все на нем будет так скажем видно вся сущность в нем будет выражена страх или смелость до любовь или ненависть все будет до частности или закрытость все это будет видно неважно как все это будет ощущаться другой душой другим человеком это важно ну а после тысячелетнего царства будет великий суд над всеми иисус кок об этом говорил то же самое очень хорошо конечно протестантам был придумать что вот якобы христиане на суд не приходит вырвав там из контекста вообще и и даже той речи иисуса и уж тем более всей жизни учения иисуса христа да где где верующий на суд не приходит в общем игру вот вырывают и даже не дочитывают о чем иисус сказал просто вырвали несколько слов до том что говорит что вы не хотите к свету же дела ваши злые и что всякие кого жизнь злая он не идет к свету и не может быть этим светом до чего-то это забываю читать про добрые или злые дела человека про добру ли злую его жизнь его сущность вот вырвали туда иисус там просто прямо сказал что верующий и святой в том контексте для него одно и то же до светлый святой человек добрый там именно так по контексту и читай там иисус такой парадигмой сказал такую вещь до закон жизни что-то как бы к свету должен прийти но прийти к ним можно добрыми делами добротой но ты не идешь к нему потому что зол показалось бы снял над прийти к свету да он и про евангелие говорил что и слушать вы не хотите потому что вы злые до похотливый прочие вещи исполнять его все то же самое ну и давайте книгу откровения мне уж хочется сегодня не вспоминал да муж кто тоже такие вещи не знает это я только ошибся к вам 15 глава 14 это я чуть попутал да под запамятовал ну неважно 14 глава с двенадцатого стиха почитаем здесь терпение святых соблюдающих кто такие святые вот мы с вами сколько сегодня антония великого прочитали который говорит и прямо сказал что святой тот кто добр здесь терпение святых соблюдающих заповедей и веру в иисуса здесь вера в иисус только потому сказано что действительно ну первые кто почему воскреснут христиане во второе пришествие иисус христа здесь сейчас дальше то об этом речь 400 главе как раз сказано да только потому что действительно притчу который рассказывал иисус про десяти девах кто будет встречать ты у тех кто хотят кто ждут кто увидели в нем бога любовь явившись им во плоти кто хотят быть с ним с богом любовью да поэтому здесь вот вера в иисуса конечно же необходимое условие но не чтоб попасть в небесное царство а чтобы в тысячелетнее царство чтобы воскреснуть в день второго пришествия иисуса христа и тысячу лет еще с ним на земле здесь пробыть опять в этом в аду в общем второе евангелие на земле пережить второе первое пришествие иисуса христа потому что мы опять будем проповедовать только уже будем опять вместе со христом вот здесь единственное условие вот для чего нужна вера в иисуса человеку если он хочет просто не до конца тысячелетнего царства и до великого суда когда все восстанут в очередной раз на христиан там гога и магога все соберутся и все опять окружать иерусалима и святых его об этом дальше книге откровение все по порядку сказано и вот те кто хотят воскреснуть просто не будучи добрыми не во второе не 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 в великий суд и все равно попасть небесное царство любви потому что они все потом поймут но действительно если ты когда-то узнал евангелие узнал о том что бог любовь когда-то являлся во плоти и будучи добрым еще человеком приняло это конечно же просто твой билет в то что ты становишься той невесты который будет ожидать своего жениха вот и все здесь это не критерий попадание в небесное царство любви не попадание небесное царство любви только одно доброта а для воскресения в его второе пришествие до вера в иисуса необходимо потому что только если ты ждешь но бог-то любовь ты его ждешь он тебя воскресит он тебя тоже любит тоже ждет этого дня вот и все ну а заповеди какие иисус сказал заповедь моя одна по сути любите друг друга никогда не поступайте с другим так как хотите чтобы не поступали с вами наоборот делайте все другим то что хотите чтоб делали вам все в этом весь закон павел писал познав это весь пророк все пророки вся библия и закон блага бытия счастливой жизни и услышал я голос неба говорящий мне напиши отныне блаженной мертвы умирающие в господи ну то есть вот христиане да да говорит дух они успокоятся от трудов своих и дела их идут вслед за ними не вера идет в иисуса христа а дела вера как хотите идет впереди меня сначала мысль выражающиеся в слове ну у нас много чего у человека органов руки ноги глаза уши мои мысли выражаются в моих веры впереди идет этого на вот вера в иисус в том числе тебя воскрешает в день его второго пришествия это вера учение вера учение с хотеть нераздельное слово ну или вера тире равно учение да в любовь как он богослов сказал мы увидели в его этом жертвенном подвиге любовь божью абсолютную и стали такой же любовью и все кто будет тут не зря мне как те картинки не случайны все по откровению там речь идет вот именно уже тех кто вообще до жертвенной любви до растет будут очередные гонения до перед этим все и что умирающие в господи будут еще что все они успокоятся от трудов своих и дела их идут вслед за ними вот здесь опять проглотчено слово надо быть идиотом чтобы сюда что подставить злые что конечно добрые речь идет о добрых делах которые люди совершали о доброй жизни а всей жизни у них неважно сколько количество делать и был но их не жизнь был абсолютно добрый все те дела которые были за его недолгую жизнь или долгу все они были добрыми в ветхом завете у пророков бог честь пророк бог очень хорошо говорил тоже да если вся твоя жизнь якобы добрая в конце ты окажешься злодеем то не поменьше ничего доброго даже тебе этого нет там тоже на цвет понимать ну я не могу удержаться давайте мы все таки вот прочтем еще чуть-чуть изглянув я и вот светлое облако и на облаке сидит подобный сыну человеческому на голове его золотой венец и в руке его острый серп и вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке пусти серп твой и пожни потому что пришло время жатва ибо жатва земле созрела несмотря на то что второе пришествие иисус христа описано в 19 главе здесь от 14 до 19 уже совсем немного событий да это даже чисто по книге откровения с 13 главы ведь 14 глава шла за 13 13 это воцарение антихриста его царство и здесь четко написано что дням этим быть всего три с половиной года и вот со времен воцарение антихриста в своем царстве до второго пришествия план года поэтому все эти уже события все что будет со святыми все три с половиной года творится до его пришествии там будет бог еще изливать чаши гнева в надежде покаяния этих злодеев дано на на их вот эти злодеяния ну написано хотя некоторые будет каяться ангел полетит по небу благовествую евангель на самом деле очередной вестник пойдущий по земле вот она в оконцовке так вот все и будет тут уже будет образ пира его второе пришествие иисуса христа описано но мы видим что здесь очень сжато потому что все это говорится о трех с половиной годах ну реальных реальной нашей жизни ну вот такое вот видео по антони великому надеюсь кто-то меня услышит да и и начнет тщательно следить за своей жизнью добрая она или худая иисус сказал что только такие как учитель войдут в небесное царство любви к теме к этой теме я лишь могу анонсировать и дать отсылки ну каким близким по теме плейлистам кто хочет разобраться от к теме по теме у меня нет конкретного я не стал достаивать протестантов такой хотя это одно из тех куда бьюсь им вещей и к сожалению если выделить плейлист спасение по вере туда просто много либо дубляжом не все придется с дублировать все эти видео потому что они как бы расползаются и у меня конкретно такого плейлиста нет а ролики конечно такие есть названы даже вот я уже был какие-то ролик назвал я помню даже вам даже не сказал да вера и дела назвал на это на значке было да мы с вами смотрели назвал я его добродетели к вечным благам приводится грешение к вечным окам но это там название не удалось подробно написать потому что количество символов на ю тубе ограничен добродетели ведут к вечным благам грехи и согрешения к вечным мучениям и кто хочет конечно разобраться побольше кого-то зацепило да кто-то усомнился в спасении по вере в иисуса христа и искупительную жертву задумался на своей жизни православный который устали католики лить крокодили слезы по воскресеньям до исповедаться молиться причащаться вот помогут мои видео кому близко эта тема и хочется разобраться ну самые близкие плейлисты и темы конечно вот ролик в котором основные видео собраны они где-то в других даже за дублированы там и так 125 видео на сегодня это христианство жизнь иисуса христа и его учения я как-то по-разному плейлист называл он сейчас он тогда то есть суть христианство из хотите там тоже ограниченное количество и так хочется назвать это хоть назвать на зал христианство жизни иисуса его учения по-моему там есть что-то дальше но я ведь так по памяти уж не помню это очень важно ну про искупительную жертву из кому-то уж прям чешется это жертва иисуса христа тоже 15 видео можете по посмотреть так понятно подобные видео где-то не про задублированные тут можно и о церкви и окрещение кому причастие да все вот это покаяние рождение но очень важно еще чему хотел сказать понятно здесь себя любви у меня где любовь ближнему там к врагам все это тоже связано да я всегда лишний раз протестантов католиков православных тыкну но единственное что более похоже я как-то я конечно же и все эти отрывки из нового завета из евангелия из апостолов я в принципе помню записывал серию не зря здесь только тоже достаточно много видео это суд божий над людьми и судилище христово над христианами вот там я помню что я вот все я уже даже крюки многие вещи ром тоже подзабывать начинаю но именно там я разбирал по вот именно местам из писания как я сегодня вам коринфян приводил цитаты иисуса христа и где вот и не только я разбирал те которые прямо говорит он да там по делам предусудить но вот эти места где вырывают что он там верующий не судится прочую чепуху несут извращая жизненно учение с христа на вырываниях просто нескольких слов из контекста целой речи иисуса вот в суд божий над судилища христова там я все эти вот там точно я разбираю и все эти ролики собраны там где вот эти места в основном спасение по вере и православные ортодоксы с католиками ортодоксы то есть православные с католиками ничем не лучше конечно который как бы да ты должен в рот святую жизнь вести но это вещь недостижимая там отдельные святые преподобные праведники а мы грешники наше дело быть грешным грешным супер грешным видеть число грехов своих бесчисленных как песок морской и прочая прочая лабуда которые просто у даже душ ищущих в этих сектах отняла всякую надежду попасть в небесное царство христа потому что как благодаря тому же сам антони якобы которые не почитают говорит что только добрая жизнь полнота этой доброй жизни святость делает тебя достойным небесного царства любви иисус христа ну так я все выпалил на полтора часа у меня уже пересохло все в горле надеюсь это видео было вам интересным кто никогда не был знаком с антонием великим так называем святым очень любимым почитаемым уважаемым могу только дать отсылки на его всем видео какие у меня есть на канале христолюб чтение библии иных писаний там есть житие нас о письмах и наставления но есть чуть побольше но я основной что хотел когда-то я все записал я на этом все всем я вам желаю достигнуть святости и совершенства это легко было бы это недостижимо иисус бы об этом не учил не заповедовал своим ученикам это очень важно понять в своей жизни принять и исполнить иисус сказал что всякий слушающий не исполняющий подобен безумцу построившему дом свой и песке а слушающий исполнивший поступен человеку разумным построившему дом свой на камне всем кому нравится мое видео подписывайтесь на канал жмите на колокольчик уведомлений чтобы не пропускать новое видео ставьте лайки это полезно для продвижения этого видео и всего контента на канале и пишите ваши комментарии делитесь эмоциями я все читаю задавайте вопросы на которые считаю правильным интересным имея вдохновение я отвечаю все тексты которые видели доступны на моем авторском христианском сайте христолюб точка ру ну или по-русски можно просто набирать христолюб рф там все найдете все доступно свободно бесплатно для чтения все там есть антони и евангелие апостолы вся библия целиком тоже есть